Добрый день, друзья! Это история Андрея. У него недавно умерла мама от коронавируса. И вот мы решили рассказать вам эту историю. Андрей, добрый день! Расскажите, что произошло. Ну вот, к сожалению, мама умерла от коронавируса. В первой больнице она лежала. Но началось с того, что 24 апреля у меня была температура. Утром, а зном был, когда проснулся дома. Но как-то не придал этому значения, пошел на работу. А там уже температура обнаружилась. У меня померил 37,6. Пошел, конечно же, в поликлинику нашего Азотовской. Я на Гродно-Азот работаю. Там приняли, посмотрели. Я, конечно, говорил, что, может быть, у меня коронавирус, может быть, стоит в больницу положить. Говорил, что я не один живу, может быть, с родителями. Они все-таки постарше люди. Но меня почему-то вот взяли, успокоили. Ой, ничего страшного у вас. Даже в справке написали, что общее респираторное заболевание. Потом, ну, как бы, ну, пришел домой, лекарства, конечно, принимал, все, как написали. Температура, ну, как, вот, примешь, вроде бы, жаропонижающую температуру. Антибиотик принимаешь. Как-то опустится температура, но вот в течение дня опять повышалась. Ну, несколько дней так пропивал. Вот 24-25 вообще было плохо себя чувствовал. А уже как-то даже 26-го получше стало. А в понедельник, это, знаете, 27-го, если я не ошибаюсь, было, на прием пошел в поликлинику. Да, это 27-го было. Вот, и тогда-то оказалось, что у нас, ну, в цеху несколько человек тоже заболели. Ну, я тоже об этом говорил, но опять-таки меня в поликлинике все успокаивали, что все нормально, все нормально. А вот, знаете, 28-го, это было, я точно не помню, уже я узнал, что человек, с которым, ну, я в одной смене работал, у него подтвердился коронавирус. Вот, и после этого, как бы, на следующем приеме я, конечно же, про это говорил в поликлинике, что, может быть, и меня нужно взять тест на коронавирус. Ну, так как я все-таки контактировал с этим человеком, но мне, в общем, сказали так, что, а, у вас уже все хорошо. Как бы, ну, на самом деле, я уже спустя где-то шесть дней почти ничего не чувствовал. Не было каких-то там, ну, температура там, ну, 37, вот, иногда повышалось, но вот большой не было. И так, в общем, состояние хорошее было. Ну, и, как бы, уже зато к этому времени почему-то папе стало чуть хуже и маме. Вот, папе даже вызывали скорую, у него кашель был. Приехала тоже скорая, я, в конце концов, даже скорой говорил, что, может быть, у родителей тоже коронавирус может быть. Потому что, знаю, на работе контактированно, что в скорой сказали, что они к тесту берут на коронавирус. Это берут, ну, специальные люди. То есть, получается, у нас, ну, в стране нельзя, вот, если, даже сейчас, вот, эпидемия такая, и нельзя, вот, просто, если плохо себя чувствуешь, получается, взять тест у себя на коронавирус. Вот, вот, через несколько дней тоже, когда маме было плохо, вызвали ей врача на дом. Но, знаете, все-таки, женщина, я же не мог присутствовать, когда ее там слушать должны. Я был, конечно, в другой комнате. Вот. Думал, что врач прослушала нормально, у нее легкие там, как положено, когда вызывает на дом. Врач ушла, сказала, что все нормально, все нормально у нее. А затем я уже, когда врач ушла, с мамой, ну, расспрашиваю, как, что, что она слушала у тебя. Мне мама вообще сказала, что это врач даже ничего не прослушала у нее. Пришла, спросила самочувствие, написала там антибиотики, азикар, если я не ошибаюсь. Вот. И сказала, а, все нормально у вас. Вы знаете, если бы мне мама вот сказала в тот момент, когда врач еще была дома, то я бы просто ее не выпустил бы из дома, как так. Так, пришла, просто расспросила, ничего даже не прослушала, легкие, и ушла быстрее. Ну, прописала вот этот азикар, но дело в том, что мама пробовала его принимать, у нее, в общем, тошнота была и рвота. Поэтому она принимала другой, но ей два прописали антибиотика. Вот. И тоже в настоящий момент, уже оглядываясь назад, конечно, я жалею, что сразу не вызвал, допустим, скорую помощь. Ну, и сама мама как-то не хотела вызвать скорую помощь. Говорила, что вот, ничего там, как бы, пройдет, что ли. И все-таки 3-го числа, 3-го мая вызвали скорую. Я все-таки как-то уговорил маму, что нужно все-таки ехать в больницу. Вот, ее 3-го забрали, а 5-го нам позвонили и сказали, что вот у нее коронавирус обнаружился. Вот, и вот только тогда нам приехали и взяли у меня и у отца тесты на коронавирус. Вот, нам сказали, ну, пока, может, 14 дней дома пробовать. Вот. Ну, в тот же день, 5-го числа, когда вот нам позвонили, я все-таки настоял, чтобы и моего отца тоже, ну, скорую помощь вызвать. Госпитализировали, да? Да, и госпитализировали. Потому что вот одно время ему как-то лучше было стало, но вот 5-го числа, вот в тот день, он кашель был такой очень сильный. И я решил, что лучше все-таки забрать больницу его. Вот. И вы знаете даже, что такое? Вот, что маму мою 3-го числа, что 5-го числа отца вообще не хотели забирать скорую. Вы знаете, вот 5-го числа, когда я позвонил скорую, ну, рассказал его симптомы, какие у отца. Ну, у отца только кашель был, температура у него, ну, дома, может, не мерили, но не было. Может быть, он не умеет градус негативить, хотя я не знал. Вот. И знаете, что мне в скорой говорили? Сказали, а вызовите врача, врача надо. К терапевту, да? Да, к терапевту, вот, с 3-й поликлиники мне вот переписаны. К 3-й поликлинике. Вот. Но пошел слой единственное, что вот люди, которые брали у нас тест на коронавирус, там вот врач Юпатова, я, кстати, очень благодарен, ну, вот она и мне позднее, там, каждые 2 дня звонила, вот, и она написала направление в больнице. Только когда я сказал, что есть направление, только тогда мне в скорой ответили, хорошо, мол, придет скорая за всем. Вот. И отца госпитализировали. А вы продолжали на работу ходить? Нет, нет, я с 24-го вот сначала сам лечился, потом, когда мне стало лучше, уже собирались закрывать больничный, но, так как у мамы был коронавирус, мне просто продлили дальше больничный. И вот по 17-го числа я был, ну, как на изоляции. Вот, только если там в магазины выйти, или какие эти, мне разрешили. По маске, конечно, выходить. А знаете, даже вот когда маме 3-го числа я вызывал, ее даже сама скорая приехала, но позднее даже не хотела с собой забирать. Вот. С большим трудом мы их уговорили. Мол, даже в тот момент, когда и так было плохо, говорили, что, а, может быть, лучше врача надо вызывать. А врач получается вообще бездарный. К сожалению, фамилия я ее не запомнил, но это с 3-й поликлиники Велья, как называется. Вот она в проспекту Клицково, вот, ну, все. Курирует этот район, да? Да, да, да. К сожалению, фамилии я не запомнил, вот, помню такой. Честно, по-моему, таким не местом работать, что как это приходит, человеку так плохо и даже не прослушать, ну, легкие. Ну вот забрали маму в больницу, отца тоже, да, забрали? Да, 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 да. Ну, как сказать, вот, первое время, вот, 3-го числа маму забрали, там, анализы там брали. Конечно же, у нее сразу в больнице, там, взяли, вот, тест на коронавирус. Ну, первое время даже, как бы, в целом, ну, нормально, не так уж все и плохо было, вот, 3-го, там, 4-го, 5-го. Вот, кажется, 7-го числа ее, вот, перевели в реанимацию, вот, на ИВЛ. Хотя, как бы, и моя сестра вот тоже интересовалась, звонила туда в больницу. Ну, как, что говорили, как бы, и анализ у нее, и так все, ну, в целом состояние не такое уж плохое. Ну, вот, получилось, что, вот, так, 7-го ей уже было плохо дышать. Не знаю, может быть, мама сама, когда я с ней разговаривал, меня, как бы, не хотела расстраивать, не говорила, может, на самом деле у нее было чуть хуже состояние, ну, вот, не знаю. Вот, ее забрали, вот, 7-го на ИВЛ, и 6 дней я вот каждый вечер практически, ну, вообще каждый вечер звонил. Ну, самое интересное, вы знаете, говорили, ну, тяжелое состояние, но вот я каждый день, вот, когда звонил, спрашивал, там, ухудшения какие-то есть, я не знаю, может быть, не хотели тоже говорить мне. Но, как бы, в целом тяжелое состояние, но не говорили, чтобы там ухудшения какое-то было. Вот, вот, и вот, 11-го утром позвонили, что, к сожалению, не спасли. Вот, знаете, самое вот неприятное, и вообще, я не знаю, там, беспредел, я бы назову, по-другому нельзя назвать, знаете, когда нужно было, вот, готовить все это похорону, мы поехали в первую больницу, и знаете, что, нам даже выдали только куртку и обувь ее, которая была в гардеробе, а она с собой, например, сумку брала, телефон, паспорт, ключи от дома. Знаете, вообще, вот выдали нам это, мы сказали, как это, а в сейф должно, когда человек переводится в реанимацию, должны все остальные вещи ложить в сейф. Вот, они развели руками, и сказал, и вот, не знаю, санитар там, или кто, сказала, мол, пойду посмотрю. На самом деле мы где-то минут 40 вот постояли, и ничего, никого нету. Хорошо, вот, муж моей сестры просто, ну, от этого всего беспредела просто пошел туда, прошел через эту вот проходную ихнюю, пошел там ругаться с ними, такой, знаете, паспорт и телефон нам вернули, а больше ничего так до сих пор и нету. Вот, спрашивается, где все остальные вещи, я не знаю, если это там, допустим, сжигается, так как она была коронавирусом, ну, хотя бы должны были нам сказать, или хотя бы ключи так от дома должны были нам вернуть, вот что это за беспредел. И ведь на самом деле мой отец, вот, когда тоже лежал у 8-го, кажется, или 9-го, вот, он мне сам позвонил, что его перевели в реанимацию, и позднее, когда он вышел, он сказал, что переводили в реанимацию, он все вещи в сейф сдал, вывели его из реанимации, все вещи назад придали, то есть точно так же должно было быть и с мамой, но где эти вещи, как работает эта первая больница, у тебя не стоит. То есть отца тоже перевели в реанимацию, да? Да, но он все это время, он сам дышал, ему просто кислородную маску периодически вот одевали, вот, у него такого тяжелого... Но отец и мама были в одной больнице? Нет, отец во второй был в больнице. И как он отнесся к потере жены? Ну, переживает тоже вот очень сильно. Но отец выкарабкался, да? Да, да, вот сейчас отец выкарабкался. Единственное, сказали, что еще легкие будут, ну, в течение полгода, или может, даже года восстанавливаться. Ну и вот этот кашель, нам как предупредили, что как бы в течение месяца он будет, мол, вы не переживайте. Ну, как бы я сам каждый день так спрашиваю отца, понятно, ну, говорит, состояние... А когда отца выписали? Так, дайте вспомнить отца. Так, это был прошлый понедельник. В конце мая, да? Да-да-да, прошлый понедельник. И он не присутствовал на похоронах, да, мать? Нет-нет, потому что вот мама моя 14-го числа умерла, и уже 15-го ее хоронили. В закрытом гробу тоже? Да, в закрытом гробу, даже сказали, внутри там в пакете даже нельзя было посмотреть. Вот это для меня было очень тяжело. Для ее сестры родной тоже. Ее мать, вот у нее мать до сих пор, ну, моя бабушка, 89 лет, она вообще не знаю, как она теперь вот это все переживет. Но самое интересное тоже, знаете, что вот был коронавирус у нее. Вот, хоронили вот 15-го, а мне уже свидетельство о смерти выдали позднее. И знаете, вот там, что написали, вот, я их давайте покажу. Смотрите, вот здесь написано, причина смерти и 25.1b. Это что? Вы знаете, вот в интернете смотрели, остановка сердца. Извините, но какая остановка сердца у человека в 62 года? Я считаю, остановка сердца, но это от старости, когда человек умирает. Понятно, что, да, она сама умерла именно в тот момент, когда остановила сердце. Но, извините, так можно любого человека написать, что у него остановка сердца. Допустим, сбила машина. Тоже можно написать, что человек умер от остановки сердца, а не от того, что, допустим, ушиб там, потеря крови. Как можно писать остановка сердца, если, по сути, сердце-то из-за чего-то останавливается? В данном случае, вот в медицинской справке из больницы, из морга, там было написано, что легочная недостаточность. Ну и сам коронавирус, как сопутствующий, был указан. Я считаю, свидетельства о смерти должны были написать, что причина, допустим, коронавирус там, легочная недостаточность. Но не остановка сердца. Вы, извините, если остановка сердца, почему тогда в закон? Там была коронавирус. Какая у нас система. То есть, вы считаете, все-таки это был коронавирус, основная болезнь, да? Да, да, да. Еще вот, знаете, чтобы хотел сказать, тоже люди, вот, говорят, которые в реанимации, вот, и отец, вот, когда лежал, там вот люди лежали, рассказывали, и знакомые рассказывали. Бывает так, вот, на смену пришла, как какая-то, допустим, бригада там докторов, я вообще боюсь, что, может быть, это, ну, ведь я вечером звонил, как бы, но состояние тяжелое, 13-го числа, а 14-го утром не стану. Я боюсь, что, может быть, просто, ну, недобросовестно тоже отнеслись, вот, те люди, которые в ту ночь дежурили в больнице. Потому что, знаете, вот, сестра моя, она работает в инфекционной больнице, говорила, что у них там и камеры стоят в реанимации, там все, как бы, ну, все записывается на камеру, все можно узнать. Вот она тоже просила, что, допустим, ну, сколько длилась, длилась сама реанимация. Вот у нее мама остановила сердце, ну, наверное, же пытались запустить. Вот, ничего не дали. К сожалению, как она не хотела, вот, сколько бы узнать, все-таки, как это. И даже я, когда вот своей сестре рассказал, она позднее, ну, позвонила, своей заведующей, с медициной, она тоже так удивилась, ну, как это, 62 года, и так быстро, главное, 6 дней. Учитывая, что у моей мамы, ну, никаких не было, ну, как сейчас вот говорят, сопутствующие, заболевания, вот, как это, ну, что умирают, вот, от коронавируса, но у всех какие-то хронические болезни. У моей мамы вообще не было никаких хронических болезней. Она, можно сказать, вообще с молодости, ну, и до практически, вот до этого времени, даже практически не болела. Ну, да, бывало там, простуды, как у многих. Простуды там, но там, по сути, не было болезни. Ну, два года, да, назад было там воспаление, у нее легких. Но тогда даже и не шло речь, что вот, как бы, там, о жизни и смерти, там даже не было. Была температура, мы сразу же тогда в больницу отвезли, и все нормально. Она, как бы, и ходила сама, ну, то есть, не было каких-то вот, чтобы... А чем мама занималась? Немножко... Ну, она на пенсии была уже. А до этого кем работала? Она и на перчаточной фабрике работала, долго, ну, это большинство вот в своей жизни на перчаточной фабрике работала. Некоторое время до этого на обувной работала. Ну, то есть, все время вот работяга, да? Да, да, да. Но, вот в вашей семье, когда вот все это началось с коронавирусом, вы думали, что вот вы столкнетесь с этим? Или думали, что это вас не коснется, это там где-то в Италии, в Китае? Да, я, конечно, как бы, ну, вот этого всего сразу же, когда начался, боялся и переживал, конечно же, вот сразу же, когда же у нас вот появились вот эти первые случаи, старался, ну, практически там вот в магазин там, а так старался практически никуда вот не ходить, даже в транспорте практически не старался не ездить, вот машина есть, но на работу тут получается по-любому приходилось идти, хотя я считаю, можно было сделать, допустим, карантин какой-то, все-таки я работаю на предприятии, которое, ну, не производит что-то, без чего вот люди не смогут прожить, наградный азот же, это не пищевая промышленность, не, я не знаю, не тест, что вот людям свет нужен, там, газ, вода, то есть, как бы, предприятия, ну, не обеспечивают товаром и первые необходимости, вот, там я и подхватил, вот, тот же коронавирус, но самое интересное, ни у меня, ни у отца, вот, у меня брали два теста, у меня все было отрицательное, у отца три раза брали тест, в больнице там тоже брали, даже, кажется, четыре он уехал, тоже у него все отрицательные, но у отца нашли, вот, уже перед выздоровлением, антитела, которые после коронавируса вырабатываются, то есть, по сути, он тогда-то переболел, но папа тебе есть, когда-то показывает. Ну, а мама так не выходила на улицу, нигде не могла? Я тоже ее просил, как бы, поменьше, но она к своей матери, вот, ездила, тоже, возможно, в транспорте где-то, я, конечно, просил ее, ты, мам, в транспорте, по крайней мере, одевай маску, маску, да, теперь, к сожалению, не узнаешь точно, то ли это я, может заразил, то ли в транспорте где-то. Ну, вот у вас есть возможность, что вы можете сказать гродницам, эпидемия еще не прошла, как бы, мы еще даже не на пике, что бы вы хотели бы искать, сейчас ветер пройдет, гродницам, которые будут читать материалы, смотреть это видео? Что я хотел? Конечно, поменьше надо куда-то выходить, а если нужно, то, как бы, маску, перчатки лучше всего одеть, по крайней мере, транспорт-магазинок, это да, вот, и не думать, что это вот, где-то там далеко, но, вот здесь, у нас, еще не, пика нет, да, я тоже смотрю, каждый день, практически 900, вот, такие числи, так что, и знаете, вот, учитывая, что у нас вообще никаких нервных примеров, чтобы бороться, вот, с поранавирусом, неизвестно, да, это, пройдет все, как бы, а вот, что у нас есть, Участливо,